В научных установках Гомельской области снова прогучали первые звонки. На врачистые линейки пришли АМАЛЬ 156 тысяч школьников, 17 тысяч из которых – первоклассники. Врачистости с нагоды дня веда у Поболовской средней школы Рогачевского района сегодня наведали первый наместник премьер-министра Беларуси Александр Турчин и старшиня Гомельского облаканкама Геннадь Соловей. Поболовская средняя школа установа с великим историческим минулым. Первая т.д.с. царковно-приходская школа тут открылась в 1870 году. Сучастный будинок увели в эксплуатацию 40 лет тому. Все лета за парты тут сели 116 человек. Перед початком урачистой линейки он сбирается у классах, как поделиться уражениями от летних каникул и окреслить планы на новый научальный год. У працонной биографии наставника Миколая Шепелева гэты класс первый, где он з'является классным керавником. Разгод дети завершатся в учебу, але назавсёды застанутся у сердца наставника. В начале, конечно же, волнение, когда тебе даётся класс. Ну, а в целом мне дети с пятого класса, я с ними работаю в качестве учителя истории. Когда люди работают, когда они вместе какое-то занятое дело, мы вместе, я считаю, что одно целое. Гэтым летом у высшейшую научальную установу поступила половая выпускников Поболовской школы. С думкой об тем, что в сельской мясовости нельга отримать трывалые виды, тут принципово незгодные. 75% наставников школы мают высшейшую и першую категорию. А праша того, за час учебы тут можно отримать профессию, что дозволяя отшувать себя на рынку працы, куды больше упевнена. В базе нашей школы для учащихся 10-11 классов организовано профессиональное обучение по специальности тракторист-машинист, сельскохозяйственных машин. То есть, выходя со школы, они уже имеют первую свою профессию. У расистой линейка у Поболовской школы починается у 10 годин ранницы. Добрые надборья и добрый настрой. У наставников, школьников, их батьков и гоноровых гостей. Первого вице-премьера Александра Турчина и старшини гомельского облаканкама Янадя Салауя. Починается новый научальный год. Час новых открытий. Для нас самое главное то, что они познают мир. Мир, который сегодня увлекательный. Мир, который сегодня мир будущего. И самое главное, что материально-техническая база в Гомельской области, она обеспечена. И самым главным потенциалом наших школ являются это педагоги. Педагоги, которые, можно сказать, с большой буквы. Все лето у Поболовской средней школы 12 першоклассников. До школы рыхтовалися. Наведовали специальные занятки у детяшем садку. Хвалюй, за правду, все ровно. Але обещают. Вучиться будем добра. И гонор установы подтрымаем. Мы обещаем не лениться. Без опоздания приходить. Старательно всему учиться и школьную семью любить. Для Поболовской средней школы сёняшний день ведаў гэтаяшы дземпы дарункаўу. Компьютерный класс ад савета министров. Сёня Беларусь имкнецца стать айти краиной, а тому в учні любой школы павін имець доступ да сучасных технологій. Обсталявання для столовой и спортывный инвентар адабыл выконкама и музычная аппаратура адулада района. После завершения линейки для гостей проведуть экскурсию по школе и запросить на сустрэшу с выпускниками. Размова об ситуации Украине, перспективах отрымания профессии и карьерного росту для молодых людей. Одзенадцати классники на парозе нового этапу життя. Зараз яны думаюць выклюшна о будучым, але празднекий час обовязково прыдуць ў школу знов. Годы дзятінства и юнацтва. Драгие сырцю люди не забываюцца николі. Я вспоминаю свой первый класс, свой выпускной класс. Вот это волнение разное, разное первое, когда ты идёшь в школу, волнение, когда ты в школу заканчиваешь и идёшь во взрослую жизнь. Я хочу сказать, вот по прошествии стольких лет я абсолютно уверен, что школьные годы – это, наверное, лучшие годы в жизни каждого человека. Поэтому, наверное, их… К сожалению, когда мы учимся в школе, иногда этого не ценим, а это осознание приходит только после того, как закончишь школу, но, к сожалению, этих лет уже не вернуть. Олешин Сюров, Ольга Коновалова, Йоген Макинка, телерадиокампания «Гомель», Рогашовский район.